В минувшие выходные в столице региона прошла еще одна образовательная акция «Диктант на языке Коми». Ежегодно владение литературным финно-угорским языком проверяют в Санкт-Петербурге, Москве и городах республики Коми. Акция проходит накануне Международного дня родного языка, который отмечают 21 февраля. В этом году впервые к акции присоединился Нарин Марм, а вслед за ним диктант напишут в Каратайке и Харуте. Диктант на Коми-языке – акция еще молодая, так же, как и ее инициаторы – союз Коми-молодежи под названием «МИ». Молодое и старшее поколение республики Коми призывает всех один раз в году объединиться ради сохранения родного языка. Это у нас впервые такая акция, акция поддержки. Конечно, когда мы предложили нашим людям писать диктант на Коми-языке, все, конечно, десетуют на то, что мы не знаем грамматики, потому что действительно Коми-язык здесь не изучается. И мы действительно стали забывать свой родной язык. Я думаю, что эта акция – одно из мероприятий, которое подтолкнет к тому нас, чтобы мы начали уже говорить на родном языке, сохранять свой язык. В Неницком округе язык Коми сохраняется главным образом в семье. Для тех, кто изучает язык самостоятельно, есть курсы при этнокультурном центре. Занятие для всех желающих ведет Дарья Филипповна, которая читала на диктанте текст Коми-поэтессы Алены Ельцовой. Я тут вижу, что почти все Коми-язык знают. У кого-то родственники по Коми говорят, у кого-то бабушки, дедушки по Коми говорили и сами говорят по Коми. Я думаю, диктант, конечно, сложный, но напишут все, потому что читать будем так, чтобы написали все. Как говорят участники, незнание литературного языка их не останавливает. Главное – знать основу – разговорный язык. По словам активиста общественного Коми-движения Изватас Ивана Рочева, возможностей для изучения Коми-языка с этого года станет больше. Общественная организация выиграла грант от компании «Лукойл» на издание обучающих пособий. Сейчас ведем разработку пособий на Ижемском диалекте. Два пособия уже готовы. Это первое для семейных занятий и кружковых занятий для дошкольников и школьников. И второе – словарь для начинающих общаться на Коми-ижемском диалекте. Ну а дальше еще будет составляться разговорник, также на Ижемском диалекте, и книга для чтения. Активисты Коми-движения надеются, что диктант станет доброй традицией и акцией сплоченности в сохранении родного языка. Любовь к нему уже выходит за границы России. Так, информационные порталы Республики Коми сообщают, диктант на одном из популярных финно-угорских языков в этом году напишут в Эстонии, Финляндии и даже Франции, где проживают активисты Коми-движений.